Всем большой привет! Сегодня у меня посылочки одна с Валберис и три штучки с Азон. Смотрите, какие интересные свертки. Это товары от Токеда Краснодар. Взяла я впервые у них две пластины и лак для стемпинга. Но давайте сначала посмотрим на вот эту подставочку. До этого я уже показывала, такую брала, только камушек был прозрачный. Цена была очень классная, там 93, по-моему, или 97 рублей. И мы всей группой, уже девочки, все почти купили эту подставку. Так, ну, не знаю, доставать, не доставать. Ну, давайте посмотрим. Вроде как она такая простая. Я ее подарю дочке, поэтому слишком тут не буду ее сильно доставать. Ну, вот так покажу. Здесь красивая вот эта подставка в форме такого алмаза. Она ставится... Так, сейчас, если получится, у меня ее достать. Нет, она очень сложно как-то достается. Ну, не буду, ладно. И вот эти магнитные подставки на нее. Ну, я обычно такие беру. Мне больше подставки нужны. Мне не сама вот эта, а именно под типсы, вот такие штучки. Ну, вот взяла еще вот такую красивую. Это рандомно они присылают, поэтому, ну, может, кому-то попадется прозрачный камень, кому-то вот такой красивый. Поэтому взяла вот наугад и красивая пришла. Ладно. У меня такой уже есть камешек. А подставочки, вот типсы, они всегда как бы лишними не бывают. Ну, давайте теперь приступим к этим покупочкам. Здесь у нас лак для стемпинга. Ну, знаете, я покупала для того, чтобы раскрашивать лица. Все, я никак не найду такой лак. Гляньте, сколько пакетов намотано. Какая-то фишка особенная у таки, да? Такие делают свертки. Нет, он какой-то серый не подойдет. Ну, может быть, где-то и подойдет. Ну, для лиц брала, чтобы лица раскрашить. Стоимость его была 111 рублей на момент покупки. Ну, какие-то будут лица, конечно, страшные. Ну, ладно, пусть будет. Все-таки в реверсивном стемпинге иногда не хватает какого-то серого оттенка, чтобы раскрасить. Может быть, какое-то животное, например. Бывает, какого-то зайца там. Или, ну, не знаю, медвежонка какого-нибудь. Ну, хотя слишком светлый. Ладно. Ну, попробую. Может быть, и для лиц подойдет. Ну, давайте теперь дальше смотреть. Была хорошая акция у них. Ну, как бы хорошая. Ну, рублей на 100, наверное. Так, все-таки хочется мне этот пакет как-то открыть по-другому. Если получится. Мне хочется прям посмотреть. Как-то интересно запаковано. Какой же он тут идет. Вот как. Ага. Разгадала тайну. Ой, пошуртку вам немножко. Видите, как интересно, крафтовая такая бумага такая, что прикольно. Именно своя фишка. А здесь пластина уже идет у нас запакована. Пупырку. Эта пластина называется Россия. Так, это... Здесь у нас дымолист должен быть. Впервые я держу в руках оттаки, да, пластину. Прям тяжеленькая такая, знаете, металлическая. Прям металл какой-то тяжелый. В отличие от других пластин. Почему-то что-то, не знаю, мне показалось. Прям она такая тяжелая. Так, здесь у нас как такая открыточка. Мы ее уберем. А, и с обратной стороны. Это получается сзади, видите, на самой. Так, здесь у нас дымолист. Вот так выглядит это у нас красота. Ну, очень классные рисунки. Я так долго разглядывала. Давайте на демолисте я вам покажу их подробнее. Посмотрите. Ну, вот все символы России, можно сказать. Даже Ленин есть. Гагарин есть. Посмотрите. Медведи вот здесь где-то всякие. Балалайка, гармошка. Вот. Все. Самовар. Богатыри русские. Лермонтов, Пушкин. Ну, просто супер. И даже флаг России. Ой. На 9 мая мне вот эти запали рисунки. Поэтому я вот прям как-то больше всего так вот. Душевно как-то. И вот это рисунок березы. Очень классно. Русские мотивы такие. И вот этот значок. Значок. Раньше плакаты были такие. Вот, смотрите. На 1 мая можно вот этот мир. Труд май. Как раньше. Аврора. Даже вот герб СССР. Серп и молот. Ну, классная пластинка. Будем пользоваться. Пока тестировать я ее не буду. Ну, я думаю, на демолистах видно прекрасно рисунки. Зачем их тестировать? Качество у пластины хорошее. А какие-то дизайны уже, если я буду делать, я обязательно сниму видео. Так. И давайте вторую посмотрим пластинку. Сегодня видео такое коротенькое. Поэтому, ну, больше просмотр, чем обзор. Хорошо, что есть демолисты. Поэтому нам не надо тут долго печатать, проверять. Я сама не люблю вот эти, когда делают тестирование, печатают. Там пока сейчас качество пластин у всех хорошее. Даже самые дешевые пластины, они тоже очень хорошие. Так. Ну, и знаменитая пластина Весна-Весновна. Проходила как-то я марафон у Токиды, но у меня не было пластин. И вот там в основном были пластины. Вот многие рисунки именно с этой пластинки. Так. И здесь с обратной стороны тоже. Правила успешного стемпинга. Вот видите, как все хорошо. Здесь все у нас прям описано, что к чему. И давайте посмотрим теперь на Весну-Весновну. Довольно-таки тоже интересная пластина. Долго я думала, брать ее или не брать. Так. Ну, здесь у нас уже цветочно-весенние такие рисунки. Покажу сначала пластину. Посмотрите, какая классная. Гравировка должна быть хорошей. Здесь, наверное, две или даже три пленки, потому что прям чувствуется гладкая такая поверхность. И давайте посмотрим на демолист. Очень большое количество разных веточек, цветочков, птички даже есть. Посмотрите, какая классная пластина. Здесь, конечно, рисунки крупные. Вот этот рисунок мне очень понравился. И вот этот вот тачка огорода. Это прям в тему. Скоро начнется у меня огородный сезон опять. Птички очень классные. И вот эти вот сидят две. Классно. Очень красиво. Так. Ну, ногти уже отросли, поэтому тут как-то слишком примерять. Я просто показываю по величине, насколько они крупные рисунки. Видите? Но здесь можно тоже как-то обыграть. Допустим, можно взять какой-то один цветок. Вот, например, этот. И его отпечатать. И как-то раскрасить красиво. Может, на каком-то фоне, например, на мелком. Нет, ну, здесь нет. Вот этот, скорее всего, больше подойдет. Ну, красивые рисунки. Нежные такие. Действительно весенние. Все идут под реверс. Вот эти вот раскрашивать. Будет очень красиво. И ярко. Нежно. Обязательно в группе со стемпингом, где у меня проходит курс, я сделаю какие-нибудь дизайны. В данный момент у меня сейчас будет времени мало, потому что у меня едут гости, и я немножечко выпаду, возможно, из жизни. Из жизни. Но я все равно постараюсь сделать какой-нибудь мастер-класс в своей группе со стемпингом. И как раз эти пластины мы с вами и потестируем, сделаем рисунки. Ну, все. На этом вот такой коротенький у меня был обзорчик. Всего вам хорошего и до новых встреч!